В каждой пробе у нас проводятся измерения по таким показателям, как диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль углеводорода. Таких проб более двух тысяч в месяц в ежедневном режиме в разных точках города. Показателен Никольский взвод, где и расположилась мобильная лаборатория. Концентрация выхлопных газов здесь наиболее плотная. Возможность сравнить пробы воздуха в городе и на заводе выпала активным табалякам, вошедшим в общественный контроль. Когда люди приезжают к нам, они могут воочию посмотреть, что происходит на производстве. Воочию оценить, как производится мониторинг атмосферы окружающей среды, загрязнений окружающей среды. В принципе, посмотреть, как проводятся все наши замеры, как ведется технологический процесс, познакомиться с особенностями нашего производства. Проект общественный контроль стартовал в прошлом году. Попасть на предприятие и изучить экологические аспекты его работы может любой желающий. Нужно лишь оставить заявку в соцсетях. Каждый человек, который хочет что-то узнать про Сибур, он может приехать, пощупать, потрогать, посмотреть, послушать. Убедительно, потому что человек, который нам рассказывал, она прекрасно знает свое дело. И она доступно нам рассказывает о том, о чем, может быть, мы как бы и не подозреваем, и никогда нигде не прочитаем. Ну и наглядные, конечно, вещи, лаборатория, которую мы посмотрели. 20 человек, из которых многие оказались впервые на АЗАПСИП «Нефтехимия». В ходе экскурсии осмотрели основные производства и посетили центральную операторную, откуда ведется управление всем комплексом. Гостям рассказали о газоочистном оборудовании, замкнутом водооборотном цикле и экологических стандартах международного уровня. Впечатления грандиозные, мне очень понравилось, очень масштабно, очень видно, что все слажено, что все контролируется. Знаете, я из Вологодской области приехала, там есть Череповецкий завод, вот там действительно черный снег в городе. А здесь на территории белый снег, поэтому тот, кто, наверное, сомневается, надо приехать посмотреть. Такая возможность у табаляков будет появляться ежеквартально. Анастасия Терехова, Михаил Куричко, Тобольское время.